Сколько раз я здесь мимо проходила сегодня и не заметила, что здесь. На углу висит вот такое украшение магазина. Видите глиняные чашки? Видите чашки? И витрины этого кафе украшены кофейниками. Красиво. Ну, идем дальше. Театр мы пропустили, но зато мы увидели парк в замке. Сувенирная лавочка. Лево, право. Куда идем? Натали, интересно сделано. Правда? Нам нужно в сторону Радхауса. Давай, пойдем. А здесь заказы, все отлично. Значит, мы идем правильно. Книжечки продают. Одна книжка, одно евро. Вот там стоит копилочка. Сюда слаживаем денежки. Что ты там увидела? Макарошки? Класс. Вот нужно иметь только идеи, да? А внизу спагетти паста тоже. Спагетти? Покажи. Креативно. Жалко, что закрыто. Молодцы. Правда жалко, что закрыто. Так, и здесь мы, по-моему, ели кухон. Да? Это первый раз в Петербурге. Очень-очень-очень красивый Март Плац. И Радхаус. А еще есть одна улочка, в которой просто из ниоткуда. Вот просто из ниоткуда, Вечка. Тоже тебе понравится. Сейчас пойдем посмотрим. Экскурсия продолжается. Я встретила там актеров, которые с нами чай пили и кофе. Подписались на канал. Сказали, скоро будут в Госларе. О, опять ведьмочки. Подожди, 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 подожди. Шмага, отойди, пожалуйста. Гэби Тетсу Зайта. Привет, ведьмочка. А кто нос отбил? У меня, кстати, тоже такие ведьмы были. Харца Хексен. О, здесь можно, смотри, можно вот такие вот штучки. Макс-то видел? В Чехии я такое ела последний раз. То есть здесь ведьминская кухня, да? Что у них там еще ведьминская есть? Ага. Штрицер. Смотри, Макс, какая красотка. Глазки голубые. Какая красивая. Так вот, как можно туфельки презентировать. Молодцы. У меня, кстати, такие пиноккио тоже были. Интересно. Господи, какая прелесть. Посмотрите, это для детей. Старинные игрушки для детей. Машинка. Швейная. Натали, ты это видела? Швейная машинка маленькая. Посмотри, какая статуя. Вот эта статуя. У меня тоже. Какая красивая. Госла. Видите, люди говорят, что мы теперь едем в Гослар. Конечно. Вот так они и делают туристы. Когда они приезжают в Харц, они полностью объезжают все эти прилежащие к Харц, города, Венигороды, Бат-Хартсбург, Гослар. Так, Геста Цима. Смотрите, вот номер телефона. Здесь можно снять квартиру. Классно сделали. Ленди, кровать в виде вывески. Умнички. Стараются. Цветы ухоженно. Просто молодцы. Люблю вот такие вот мелочи. Казалось бы, да, просто кровати. Как красиво. Пожалуйста, здесь можно переночевать. Наташ, мне кажется, я тебя в окне увидела. Виски. Интересно. Мы с Наташей решили пойти в сторону рыночной площади. потому что уже как бы просто время. Лампа тебе такая нравится? У меня нет. А что здесь раздает ничего? Тоже хорошая идея, да? То, что магазину не нужно поставить. Мне кажется, нам нужно туда, Наташ. Да, Карава, ты хочешь шлепчик местный взять? Конечно, надо взять. Скажи, пожалуйста. Мой блэй Барсюк, что тебе понравилось в городе Квитленбург? Мы, кстати, пока ходили по Квитленбургу, нашли ребенка, решили взять с собой. Так, спит все время, есть, не просит. Отличный ребенок. Рекомендуем. Рекомендуем, да. Кто тебя ленду, я люблю, и сразу ребенка выбираю. Ты в гости к себе приглашаешь? Наш. Правда? А что привезем в гости? В какое время? Да мы там разберемся на месте. Скажи, пожалуйста, минутку. Переключаемся, улыбаемся. Не злимся на то, что некоторые пришли не на архитекту, не на архитектуру посмотреть, а просто поесть. Они ходят от стола к столу, да? Скажи, пожалуйста, в какое время лучше всего нам приехать на Балтийское море к тебе? Этот магазин открыть. Я хочу в него. Магазин антиквариата. Шурчик, не злись, пожалуйста, но я хочу туда зайти. Опасный магазин для меня. Шурчик. Слышишь? Странный, странный хозяин магазина. У самого висят дьяволенки, ведьмочки, куклы в магазине. Я говорю, а черный турмалин есть? Нет, и он мне не нужен. Я говорю, ну ладно, если понадобится, приходите на Хоккенштрассу, у нас зато есть. Знает, знает, что такое черный турмалин, что такое Шерл. А здесь мы с вами уже были, помните? Здесь начинается за моей спиной начинается рыночная площадь. Пойдемте вместе на экскурсию. Когда-то я уже делала видео этой витрины. Сейчас я привела Наташу показать. Магазин продает современную обувь, но здесь можно увидеть, как менялась мода со временем. Видите, да? Вот вообще, 1936 год. Посмотри, Наташа, глянь, я в таких тапках сейчас ходила, 1900-й. Красивенько, да? Ой, посмотри, какая прелесть. Посмотри. Сладенькие вообще такие. Класс. Прелесть какая. У меня такие наподобие были, как эти красные. Всегда, на каждый утренник. Новые. Только одна и та же модель. Всегда одни и те же. И вот так вот пока я не знаю, до какого класса. Помнишь эти времена? Да было не такое тяжелое. Ой, да прямо, какого ты года рождения? Моего, ну так вот. Бабушка по блату доставала из натуральной кожи. На обувном отделе работала. На каждый утренник или на 1 сентября новую пару обуви. Новую. Всегда одна и та же модель. И этому мы радовались. Господи, прекрасно было. Новый учебный год, новые туфельки. Всегда красные. Всегда одни и те же. Хотя Настя тоже всегда покупает одни и те же просыпки. Мне не нравятся вот такие. В тетю пошла, смотри. Вот это Радхаус. Вот там. Делённый. Да. Наташа, пошли с тобой направо. Я тебе кое-что покажу, пока наши не пришли. Ой, глянь, какой шар цвет. Где? Ну я же тебе знаю, куда везти тебя. Пойдём, я тебе ещё кое-что покажу. Я тебе там ещё кое-что покажу. Иди за мной, хорошо? Успокойся. Сейчас идёшь прямо, там, где парочка фотографируется, посмотри налево. Ребёнка, давай не забудем. С коляской. Я держу коляску. Иди, а то ещё забудем её здесь. Наташа, пойдём, пока место свободное. Там кое-что есть. А теперь стоп, посмотри налево. А теперь посмотри направо и спроси, откуда эта река идёт. Прикольно. Поднизу. Классно. Класс, да? Вот это место я тебе хотела показать. Потому что, видишь, посмотрите, обратите внимание, да? Вот так. Люблю это место здесь. Спасибо.